Сегодня помочь врачам наша общая задача. О том, что медики нуждаются в помощи и поддержке, знают многие. Ежедневно сталкиваясь с лицом к лицу с опасной болезнью, врачи нуждаются не только в медицинских материалах и лекарственных препаратах, но и в бытовой технике и инвентаре. 24,5 тысячи взрослого населения и плюс дети, поэтому хозяйство большое, которое требуется, помимо изделий, аппаратуры, медицинского назначения, нам ежедневно для того, чтобы обеспечить работу больницы и других подразделений, требуется много различного оборудования, техники, инвентаря. И вот именно в этом вопросе нам была сегодня оказана существенная помощь. Нам приобрели стиральную машину, которая необычная, не бытовая, а это мощный девайс, мощная машина, промышленная, имеющая 10-глотовую загрузку. И это, конечно, нам большое подспорье в этом вопросе. То есть больничная прачка обеспечена новой мощной машиной, которая, я уверен, нам очень хорошо послужит. Это не все. Также нам приобрели 200 комплектов постельного белья. Но если мы в структуре своей имеем стационар, то это белье нам необходимо каждый день. Белье необходимо обновлять. Это требования, чтобы пациенты находились в чистоте, чтобы соблюдались все требования гигиены. 200 комплектов – это стоимость такой покупки, она же выливается в существенную сумму. Тоже нам помогли. Живой интерес к проблемам в здравоохранении постоянно проявляет Госсовет ХАС и Республики Адыгея. Инициативная группа депутатов изыскала возможность произвести спор средств с помощью Центральной районной больницы, на которой приобретено 200 комплектов постельного белья. Этот инвентарь всегда востребован в стационарных медицинских подразделениях. Также была приобретена новая стиральная машина промышленного образца для прачечной ЦРБ. Эта поддержка была оказана во время встречи с депутатом Госсовета ХАС и Республики Адыгея Муратом Шхалаховым. От депутатского корпуса Госсовета ХАС и Республики Адыгея мы сегодня приехали в районную Кашкабульскую больницу. Такую помощь небольшую оказали. И на самом деле это не первая акция Госсовета ХАС и Республики Адыгея. И в данной ситуации мы понимаем ту нагрузку, которую несут наши врачи. В том, скажем так, положении, в котором они находятся, пытаемся оказать возможную помощь. И сегодня хочется сказать и главврачу, и всем нашим работникам районной больницы, чтобы на самом деле и больных было поменьше, чтобы люди приходили только на плановые профилактические осмотры. И еще раз хочется пожелать нашим медикам огромного-огромного здоровья, удачи. И вот все-таки за эти вот годы пандемии, она, к сожалению, вот эта история пандемии никуда, как и видно, не ушла. Хочется, чтобы они немного вот сейчас отдохнули, почувствовали эту помощь, ту заботу, которую оказывают все-все жители республики, да и страны в целом. И от депутатского курса, еще раз говорю, хочется им пожелать такого вот достойного-достойного благополучия и удачи во всем. В свою очередь главный врач Центральной районной больницы Заур Хашов поблагодарил депутатский корпус Госсовета Хаса Республики Адыгея за оказанную помощь. В непростой ковидной обстановке всегда уместно, всегда очень приветствуется любая помощь. А сейчас вообще очень необходимые нам средства мы получили сегодня благодаря инициативной группе депутатов Адыгейского Госсовета Хаса. Это, конечно, вызывает очень глубокую признательность. Мы очень благодарны, и я хочу большое спасибо сказать присутствующим здесь депутатам Зауру Зехову, Мурату Шкалахову. Их усилия мы очень ценим, но мы приложим все старания к тому, чтобы эта помощь по предназначению свое воздействие на медицинские наши услуги оказала. Лишний момент, который подчеркивает, как хорошо, как правильно иметь своих представителей, своих депутатов в таком важном органе, как Госсовет Хаса. Они помнят о нас, участвуют во всех вопросах, которые касаются здравоохранения и в республике, и в районе. Спасибо большое за это.